Всем привет! Это у нас заключительный урок, так как на следующей неделе у нас начинается второй рубежный контроль. Поэтому готовьте свои работы для показа, кто не доделал. После этого у нас начинается сессия. К сессии на экзамен, тоже заранее вас предупреждаю, как будет проходить экзамен. Вы готовите презентацию со своими работами в программе PowerPoint, красиво оформляете обязательно титульный лист, где указываете, какой университет, какой предмет, кто выполнил, кто проверил и год. Это все в титулке должно указываться. Обязательно герб университета. И красиво вы уже, можно сказать, дизайнеры, оформляете полностью работу в едином стиле, красиво, четко подписываете работы. Надеюсь, вам все это понятно. Вы неоднократно уже делали презентации. Желаю в этом деле удачи. Хорошо подготовиться к экзаменам. Сегодняшняя наша тема будет такой. Новейшие материалы, применяемые в графическом дизайне. Материалы ближайшего будущего и ожидаемый эффект. За время карантина, он у нас еще продолжается, мы обучаемся онлайн. Также я вам преподаю онлайн. До карантина уже весь прогрессивный свет. Особенно дизайнеры на Западе уже в этом режиме работали и до сих пор работают. Часто карантинные. Насчет обозримого будущего, скорее всего, вся работа будет заключаться в том, что работать онлайн. Зачем куда-то ездить, тратить на это время, когда можно все это по интернету сделать, показать свои работы не только одному работодателю, нескольким работодателям. Поэтому я считаю, в ближайшем будущем так и будет вести вся работа. О новейших материалах. Все вы прекрасно знаете и практически у всех дома стоят принтеры. Мы весь семестр изучали именно свойства бумаги, как с ней работать. Обычные принтеры тоже у всех практически дома. И вы распечатываете, допустим, текстовой какой-то документ, бывает с иллюстрациями. Есть цветные принтеры, черно-белые принтеры. Помимо этих принтеров, есть крупные принтеры, которые распечатывают большого размера работы. Вы тоже уже столкнулись, когда распечатывали свои работы творческие. Вот я на примере хочу сейчас показать, какие есть сейчас на данный момент принтеры. Ну это в первую очередь широкоформатная печать, широкоформатные принтеры. Есть принтеры, которые распечатывают изображения на ткани. Вот один из примеров. Вот такой небольшой принтер. И он, вы видите, распечатывают на футболке изображения. Такие изображения называют принты. Он здесь хорошо показан. Вот смотрите. Как есть из стандартного размера принтер. Рядом стоит компьютер. Вот можете посмотреть масштаб. Рядом компьютер и рядом принтер. И он тоже самое распечатывает на футболке. А также вы можете видеть, что на экране монитора данное изображение, которое распечатывает принтер. Таким образом, дизайнер может тебе сделать такую мини-лабораторию даже дома у себя. Распечатывает работы дома. Отправлять по почте электронные. Вот этот широкоформатный принтер. В данном моменте это уже на ткани он распечатывает. Не на бумаге, а здесь ткань. Также есть принтер, который распечатывает изображение даже на стенах. Можете посмотреть, убедиться. Вот такой вот принтер. И он распечатывает изображение на стене. В данном случае логотип фирмы. То же самое. Изображение на стене. Даже вот такие рисунки на стене. Даже, мне кажется, сейчас вы удивитесь на фасаде дома. Помимо вот этих тречисленных принтеров, есть широкоформатный, который распечатывают на ткани. Не только на бумаге. Вот то, что сейчас я тоже показал вам. Принтеры, которые распечатывают на стенах. Есть 3D принтеры. Что такое 3D принтер? То же самое. Через компьютер вы загружаете изображение. И он вам делает уже макет. Макет в 3D. Вот здесь вы можете посмотреть. Вот такой принтер. И вот зеленый, это вот перфоратор, скорее всего, или дрель. В 3D. В 3D вот так вот распечатывает. Вот тоже 3D принтер. Это ваза. Тоже 3D принтер. И вот в процессе изготовления, вот как он распечатывает, тут видите, часть эфелевых башен, уже половина готова. Это вот коротко о современных материалах. По моим таким вот расчетам, скоро времени все будет оцифровываться. Вся работа дизайна будет заключаться именно на работе на компьютере. Конечно, он будет утеснять уже бумагу. Вы уже все знаете. Уже меньше становится изданий. Пока что остаются вот книги. Издаются вот книги пока что. А так уже газеты практически перестали издаваться на бумагах. Это в основном сайты с газетами, журналами. Сейчас пока что выходит некоторое количество журналов, некоторое количество газет, но их стало уже совсем мало. Все переходит в оцифровку. Все переходит уже в честный контакт. Тесный контакт, это уже с интернетом. Работа с интернетом, с компьютером, новые технологии. Поэтому, как сказать, технологии не стоят на одном месте. Каждый день практически что-то новое выходит, выпускается. Вот такие вот прогнозы на будущее. Вам я советую хорошо подготовиться ко второй рубежке, ко второму рубежному контролю и к экзамену. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин